К другим темам. В Казани заработал диабет-центр. Две недели специалисты из Москвы будут консультировать казанцев с диабетом. На прием попадут лишь 350 человек. Как отбирают прицеп пациентов узнавала Ралина Абрамова. А какие препараты от разжижающей крови принимаете? Биохимия, общий анализ крови, кровь на сахар. Медосмотр Савья Хайрулина проходит каждые полгода. Диагноз «сахарный диабет» ей поставили 20 лет назад. После инфаркта сахар стал подниматься чаще. Если кушать все подряд, он до 20 поднимается и выше бывает. А если не кушать, он снижается до 2. Кардиолог, диабетолог, офтальмолог, специалист по диабетической стопе. Диамобили больше 10 специалистов. За день они готовы принять 35 пациентов. Мне тоже домой позвонили, сказали. Потому что я инсулин получаю, ставим на Седово. Я анализы сдаем. Квартал один раз я всегда. Общий анализ крови сдаем. Сколько у меня сахара. Я здесь проживаю недалеко. Для меня это удобно, что они приехали именно в нашу поликлинику. В Татарстане диабетом страдает 130 тысяч человек. В планах осмотреть 350 больных. Кроме того, приглашаются пациенты, которые обследовались здесь 20 лет назад. Выявить динамику заболевания. Обследование пациентов с сахарным диабетом, которые перенесли ковид-19. Потому что эта эпидемия постигла нас последние два года. И больные диабетом очень подвержены тяжелому течению ковид-19. Поэтому отследить их состояние, их самочувствие после перенесенной инфекции для нас принципиально важно. Проект «Мобильный диабет-центр» стартовал 20 лет назад. За это время Диамобиль побывал в 24 регионах России. Медики обследовали больше 25 тысяч пациентов. Получены уникальные научные данные для лечения и диагностики сахарного диабета. Успешный опыт проекта лег в основу создания мобильных центров. Не менее важные события. В 7-й горбольнице подписались соглашения о реализации нового проекта. Создание федеральной программы по борьбе с сахарным диабетом. Это аналогично по программе снижения смертности от онкологии, заболеваний, модернизации БСК, так называемые. Поэтому, я думаю, этот проект мы будем пилотировать в Республике Татарстан. Обследовать пациентов с сахарным диабетом будут в течение двух недель. Потом Диамобиль поедет в Чечню. Ралина Абрамова, Ленаргизатуллин. Вести Татарстан.